добрый день рад вам представить себя в первую очередь наверно начну себя нагло доктор гаспер а в гостях у меня вы знаете уникальный человек совершенно случайно так сложились обстоятельства мы с ним познакомились как я говорю случайных людей не бывает наверное моей жизни чему я несказанно рад доктор лучевой онколог фитотерапевт александр александрович зимит прошу людей приятно жаловать и собственно говоря я вот когда готовился к этому разговору да у нас есть вопрос про который мы хотим сегодня проговорить обязательно услышать ваше мнение ну вот первое каким образом все-таки классический врач который учится столько лет которые учатся официальным прописям и всему прочему прочему вдруг такое возвращение в немножко в прошлое наверное да ну хороший вопрос но мне кажется это не возвращение в прошлое это наоборот может быть и будущее потому что фитотерапия это не то что предоставляет обычный врач то есть собирание трав как-то мы идем в поля и ну я-то привык потому что это понятие платочек и там банька там по сути дела как врач может быть знак там это ну такой интересный вопрос но ведь если мы говорим о фитотерпии научной а это надо называть фармакогнозе а фармакогнозе это полноценная дисциплина потому что ее изначают все фармацевты она является базой для фармацевтики вы хотите сказать что все что является натуропатией фитотерапии это фармакогнозе правильно нет вот фитотерапия это фармакогнозе но единственная беда в том что фармакогноз ты не знает клинической медицины то есть они изучают травы как они действуют как механизм действия и так далее но как применяется в практике они не знают они так и не по как вы перебежали туда но потому что онкологии фитотерапии вам все время же говорили там александр александрович да вот таблетка вот производитель вот назначай ее нет почему вот именно вот туда я хочу пронять почему вы туда пришли вы умный человек по интересный собеседник вы многое могу продолжать ваших там регалий всех и прекрасных человеческих качеств перечислять почему вы туда пришли потому что стандартный метр недостаточно недостаточно для того чтобы восстанавливаться после химиотерапии восстанавливаться после лучевой терапии то есть эта потребность такая практическая практического врача который видит что после лучевой терапии с осложнения с этими осложнения никто не работает то есть вот эта потребность помочь ликвидируют эти осложнения после химия лучевой терапии я правильно понял что вы в какой-то момент времени столкнулись с тем что было недостаточно тех сил и стрелк которые вам были необходимоetermует Ну, их не было от слова совсем, потому что интегративная онкология, и позже я начал эту область осваивать, узнавать, интегративная онкология входит иногда в стандарты химио-лучевого лечения. Минуточку тогда, давайте уточним интегративная онкология. Онкология, в общем, в признанном варианте, интегративная онкология равно или что? В чем разница? А интегративная, она включает все эти методы дополнительные, доказанные медициной, это и фитотерапия, это иногда может быть и физиотерапия, и другие методы, чтобы помочь справиться с последствиями облучения, и чтобы не допустить повторное возникновение онкологических заболеваний. То есть интегративная, это интегрированные все другие методы для помощи онкологическому больному. А может она спорить интегративная, например, и спорить с основной? То есть насколько сейчас основное сообщество врачей обычных онкологов вообще в принципе воспринимает интегративную онкологию? Ну у нас плохо воспринимается, потому что нет доказательств. Это основная проблема. А где они есть? Есть на Западе, проводят исследования в Германии, Америке, Швейцарии, то есть там есть научный уклон, чтобы изучать, чтобы находить подтверждение. То есть пока в России еще не реализовалась школа интегративной онкологии, но я так понимаю, она организовалась, то есть врачи есть, которые это понимают, которые это интересуют, но она сейчас только-только начинает, так скажем, уже когда осознанно выходить и обсуждаться. То есть определенный какой-то базис есть же в российской медицине. Он только начинается. Я вижу, что от онкологов есть такие фразы. Ну да, действительно что-то есть в этом, но до конца не изучено, но перспективы есть. То есть надо как-то систематизировать, надо найти юридическое обоснование, где-то лицензирование, да, потому что так получается интегративная онкология. И тут же идут, допустим, фитотерапевты, бабушки говорят, я могу помочь в онкологии, но тут нужен научный подход, как и во всей медицине. То есть мы совершенно четко понимаем для себя, что есть фито, история фитотерапии, да, и есть народная медицина. И в принципе, как бы заложенные туда внутри, так скажем, вещи, они пересекаются, но народная медицина, это все-таки люди без медицинского образования, которые имеют, скажем, какое-то понятийное, да, понятийный, понимать, смысл там препарата, вернее, не препарата, растения там некого, там выжимки, там еще чего-то, какого-то субстрата, да. Да, и врача в белом халате, которого учили, как лечить, да, и который понял в какой-то момент, что ему этого мало, что стоит в аптеке. Слушайте, ну а с другой стороны, ведь сколько стоит биологически активных добавок, которые стоят в наших аптеках? Ну, да, биологически активные добавки, к сожалению, производитель не проводит собственных исследований. Это прекрасно, что есть целые аптеки, которые делают производители БАДов, но почему бы не взять, не провести полноценное, нормальное, контролируемое клиническое исследование фитопрепаратов в онкологии? Почему эта работа не делается? Ну, то есть сейчас, при том, когда выходят препараты на рынок, получается, что биологически активная добавка, она, описываются ее свойства, да, но она не проходит такого жесткого тестирования, как лекарственное средство. Получается, можно и дозы непонятно какие, непонятно какие схемы лечения, то есть все такое не очень ясное, хотя вроде есть препараты. А как тогда оно в аптеках? Это что получается? Я пришел в аптеку, купил и не знаю, не знам что? Но там описываются просто общие свойства. То есть все-таки общие свойства описываются, если я буду есть вот эту вот там пилюльку, в которой есть некий порошок из некой травы, да, там лечебный, то я там, значит, я вот получу некие свойства. Тут еще надо бы, может быть, уточнить, я бы хотел, чтобы вы уточнили, биологически активная добавка и пищевая добавка. Ну, биологически активная добавка, пищевая добавка, разница может быть сертификацией. Биологически активная добавка, они должны получить сертификат по госрегистрации. Если пищевая добавка, там достаточно пищевого сертификата. То есть вот здесь вот юридическая разница. Я поэтому хотел бы и акцентировать внимание, что иногда люди путают пищевая добавка, биологически активная добавка, но в том и другом случае это все равно добавка к пище. Потому что если там любой бат, там написано, данная, является, там, препарат, добавкой к пище, да, принимать во время еды, да, та, 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 правильно? Ну да, а есть еще и функциональное питание, которое в онкологии уже является стандартом, между прочим. А вот здесь поподробнее, доктор? Ну, ведь функциональное питание для онкологических больных, это особая группа, да, оно должно быть не в форме биологически активной добавки. Оно должно, вот это функциональное питание для онкологических больных должно иметь сертификат госрегистрации. То есть, следовательно, она имеет форму фармацевтического препарата аптечного. Слушайте, ну так получается, что мы тогда вот в медицине сейчас себя просто сдерживаем к тому, что, ну, вот есть такой интересный пласт. И работающий пласт, который надо изучать, и который надо, ну, назначать, потому что, ну, пациенты же нуждаются в этой истории. Конечно. Тогда вопрос, а почему так мало, ну, мало тех врачей, которые говорят, там, я фитотерапия, я вот решил вот эту еще вот, обладая классическими знаниями, я решил все-таки вот еще и такую добавку к себе, к своим знаниям сделать. Почему не хотят? Или что не хотят, не могут? Это, к сожалению, дискредитация идет фитотерапия и производителей БАДов. Вот сколько случаев мошенничества, обзвонов, да, когда предлагают биологически активные добавки просто так. То есть, по сути дела, вот такая слабая регистрация привела к тому, что каждый может торговать, навешивать какие-то релуки на биологически активные добавки, буквально там как-то втюхивать, грубо говоря. И из-за этого сложилось негативное отношение к этому. Фитотерапия не работает. Фитотерапия связана с каким-то нечестными, скажем, биологически активными добавками. То есть, отсюда, может быть, это проблема как раз такой слабой сертификации. Слушайте, но с другой стороны, мы же понимаем, что в какой-то степени такая сертификация – это определенная лазейка. Получается, да, получается, да. Это определенная лазейка, ну, не только для производителей БАД. Потому что ведь есть и препараты, которые проходят регистрацию как БАДы, являясь на самом-то деле лекарственными средствами. Это да. Есть такая история. Хорошо, но все-таки только лишь, только ли то, что слабая регистрация, она не приводит туда доктора? Мне кажется, там что-то другое. Еще, к сожалению, второй момент я хочу отметить. Дело в том, что многие врачи пишут, что они используют фитотерапию и начинают, вместо того, чтобы приводить клинические исследования, данные научных статей, они начинают брать данные из народной медицины и буквально вставляют ее в свои рекомендации. То есть это повсеместно, если мы возьмем учебники фитотерапии вроде бы известных врачей, причем и там остепененных, кандидата, доктора наук, к сожалению, они позволяют себе вставлять вот эти данные народной медицины. И получается, что я как врач-фитотерапевт смотрю, казалось бы, книгу полноценную, да, вот такую хорошего качества, но в ней нахожу просто выжимки из народной медицины. То есть так как у врача нет пока что достаточно своих данных, да, то есть они вынуждены как-то из народной медицины брать. И получается, вместо научной фитотерапии эта народная медицина кочует просто в учебнике по как бы научной фитотерапии. Ну слушайте, ну когда-то все равно что-то когда-то из каких-то, так скажем, народных историй, да, из того, что это кто-то когда-то пользовал, потом так или иначе перетекало в науку. Нет, это правильно. Понятно же, была когда-то первая книга, когда кто-то сел и ее написал, да? Кто-то первую книгу про медицину написал, мы ее переписали, добавили, переписали, добавили. Но нам нужно как раз разделять, разделять, что да, действительно, допустим, в народной медицине, ну такую выжимку сделать, да, что вот было такое применение. А сейчас давайте, ну научные, подтвердим эти научными данными, ну как-то разделять это, да, то есть мы взяли это из народной медицины, а это из научной. Ну а вот все-таки вот насколько вы готовы, например, вот открыв какой-нибудь там рукопись Бабы Маши там какого-нибудь там 1840 года, да, с описанными рецептами, насколько вы бы доверяли, вот, причем с описанными эффектами о том, что да, приложило, помогло, зажило, вот, мелок ушел там весь веселый и так далее. Насколько вы такой литературе готовы доверять? Эта литература – отличный источник, исходный для того, чтобы пронаблюдать. А какое-то было наблюдение, пускай в народной медицине когда-то. Я знаю… Ну у нас народный календарь, это же все народная медицина, природа там взяли, взяли, сегодня дождь пошел, месяц где дождя. Ну это в принципе же откуда? Ну я знаю одного врача, действительно, у которого и свое производство, и он ведет картотеку таких наблюдений. То есть он внимательно… Да, он внимательно собирает эти народные медицинские рецепты, но затем он проводит, ну пытается как-то обосновать это с точки зрения медицины. То есть берет какую-то группу, пытается сравнивать, ну как-то наука из этого выйдет. Потому что народная медицина действительно где-то что-то подмечает, но мы должны доказать статистическую достоверность, то, что есть закономерность, да, то, что мы применяем фитопрепараты, что они имеют эффект. Александр Александрович, с другой стороны вопрос, хорошо, ну вот, ведь получается, что, ну так или иначе, вы идете против течения. Да, основное течение, не, ну основное течение, все говорят, ну нам достаточно, у нас достаточно лекарственных средств, каждый год выходят новые, они же там стандартизируются, лабораторные исследования, там исследования непосредственно, клинические исследования, да, препараты. Не получается, там все хорошо, а здесь, где вроде бы как бы эффективность, ну в каких-то случаях, я так понимаю, прослеживается больше, чем в некоторых синтезированных препаратах, да, а здесь получается и научной базы как бы не так много, да, если эта база есть, то ее недостаточно, и дальше идет такая вилка, да, с одной стороны биологически активные добавки, которые вроде как бы, да, а с другой стороны есть какой-нибудь травник, да, который собирает. И вот здесь вообще непонятно, на каких весах что ставить, потому что к нему идет народ, да, бады себя дискредитировали определенным образом, то, что мы в начале беседы говорили, что они перестали в какой-то момент, вернее, стали подводить ярлык, подводить все что угодно, да. Ну да, по сути. Так, и что получается, то есть, вот, ну тяжело, как вот идти, вы же идете фактически против течения, вы за благое дело, а вот, ну видите, все остальные говорят, там, Александр Александрович, ну зачем тебе, наверное, это доктора? Да. Вот много докторов, которые с вами работают, сказали, Александр Александрович, я вот так. Я сейчас обосную. Дело в том, что если мы говорим о синтетических лекарствах, то есть у них задача оказать быстрое действие в короткий промежуток времени, да, допустим, противопухоли, надо быстрое действие, высокие концентрации, чтобы противопухолевое действие, да, сделать. Но дело в том, что онкологическое заболевание идет годами, у нас даже увеличивается вот пятилетняя выжимаемость, потом десятилетняя, есть хорошие результаты, мы там 5, 10, 15 лет смотрим, но в эти 15 лет надо же противопухолевое действие какое-то оказывать. То есть мы, да, назначили курс сильнодействующий, интенсивный, но короткий курс, а на длительный, на 15 лет у нас нет одного лекарства, которое могло бы. То есть я правильно понимаю, что вот использовать, вот то, о чем мы начали говорить в начале интегративной онкологии, она подразумевает, что мы классической схеме лечения, да, в промежутках между вот этими, ну, так скажем, там химиотерапией, лучевой терапией, да, мы имеем возможность назначать некие препараты растительного производства, в том числе, да, произрастания, которые потом вот поддерживают вот человека на протяжении всего вот этого горизонта жизни. Конечно, то есть основная задача вот пролечить, а дальше поддержать, поддержать, не просто даже поддержать, а я бы сказал, что противометастатическое действие, потому что опухоль, да, удалили. Но вы так махнули сразу противометастатическое, вот это, вот в эти слова ваши поверят? Ну, оно действительно доказано. А кем? Кем тогда? Пароль явно? Нет, инвитера, есть исследование, которое показывает... Доказывает о том, что вот эти гетастатические действия, препараты растительного происхождения работают? Абсолютно, это много исследований инвитера, лабораторных. Так это же прекрасно. Так это замечательно, поэтому это и сама суть интегративной онкологии, не отпустить человека, человек уходит и питается так же, как он питался до лечения и не меняется. Это отдельная тема, я думаю, что мы вернемся, вот про питание в онкологии, это вообще огромнейшая тема, вообще в принципе питание недооцененное, честно, я не так давно не буду уважаемым зрителям нашим, как это, лукавить, я недавно погрузился в эту тему, мне это все действительно интересно, потому что оно где-то идет в разрез, но оно потенцирует, все вместе складывается в единые кубики, и мы, к сожалению, в классических подходах медицины, мы очень много инструментов теряем. А я просто поясню, почему диета. Дело в том, что пищевые травы есть, есть сильнодействующие, там, средней эффективности травы, а есть пищевые растения, поэтому можно назвать фито-дието-терапией, многие говорят, потому что это растения с пищевыми свойствами, да, то есть они не обладают такими яркими эффектами, но они используются, по сути, как пищу эти. Так это что, мы и травы едим? Ну, по сути дела, некоторые составы. А можно? Ну, нужно, конечно, потому что у нас, по сути дела, дефицит вот этих фитонутриентов, мы же не получаем их из пищи, да, потому что то, что лежит на прилавках, там не только минералов и витаминов мало, там же мало фитонутриентов вот этих органических, вот, по сути дела, полноценной еды такой нет, да? То есть получается, что здесь мы добавляем, то есть и корректируем питание, мы корректируем образ жизни у онкологического пациента, мы сопровождаем вот эту всю историю. Понял, хорошо, если уже вот этот процесс онкологический начался, вот это вот, наверное, ведь история должна начинаться заранее, вот, например, ну, человеку поставим диагноз, да, определены сроки проведения химиотерапии, например, да, наверное, есть смысл начать подготовку вести заранее? Ну, да, есть работы, которые говорят о том, что если мы начнем заранее перед химиотерапией как раз ликвидировать дефицит, и тут и нутрициология, да, возможно, и применять фитопрепараты, легче переносится химиотерапия. Более того... Ну, я так понимаю, чем раньше, вот, до лечения начать, это пару месяцев, наверное, для того, чтобы где-то вся история сложилась. И даже операционные вот эти осложнения, которые могут быть, да, их меньше становится, то есть лучше ранозаживление, лучше переносимость, то есть все, и такие работы есть. Причем в Институте онкологии там, что примечательное, ведь была лаборатория, она называлась лаборатория химиопрофилактики онкозаболеваний. И там как раз изучались, и всегда изучались природные вещества, только почему-то вот сейчас эта тема как-то, но она не на первом месте, потому что на первом месте это вещества, которые улучшают кроветворение, да, потому что после химиотерапии надо поднимать, да, показатели крови. То есть изначально такая лаборатория ведутся работы, но почему они не на первом месте, ну мы можем, конечно, догадываться. Ну надо понимать, слушайте, ну есть определенное фармацевтическое лобби, его никто не упоминал. Ни в коем случае не надо вот это понимать, что против этого фармацевтического лобби и что-то такое, потому что без этих препаратов, сильнодействующих, ну нельзя исцелиться, да, вот против опухоли, там хорошие результаты. Вот это очень правильно то, что вы подчеркнули, потому что я бы хотел, чтобы наши слушатели и зрители это поняли, что основное никто не отменяет. Здесь ни в коем случае мы не говорим о том, что мы вот только вот, мы лечимся фитой, никоим образом не классикой, нет, одно с другим. Просто это система, та система, которая выстраивается одной с друговой, и как вот Александр Александрович сказал, это необходимость, которая между курсами химиотерапии, это необходимость после проведения хирургического вмешательства длительное время поддерживать пациента, и не только поддерживать, а как вот уже сказал Александр Александрович, он травам, те, которые используются в интегративной онкологии, они оказывают метастатический эффект, то есть не развивается противометастатический, извините, развивается противометастатический эффект, который давит, хотя есть такие же работы, что метастазы, это защитная реакция организма. Ну, защитная на что? Ну, защитная на опухоль. Ну, и она же губит. Ну, не знаю, честно говоря, много теорий, да, откуда метастазы, зачем? Ну, я слушал просто одна лекция, случайно мне попалась, по поводу того, что метастаз является некой защитной реакцией организма, который появляется в силу развития, и как бы вот это вот внутри содержание этого метастаза, оно позволяет таким образом сдерживать разрастание основной опухоли, вот такая была теория, очень интересная, но там велось к тому, что никто никогда не находил раковую клетку в крови, просто передвигающуюся, свободную, что это не она как бы уходит куда-то, да, и там возникает метастаз, а именно метастаз как бы само по себе обособленно возникает вдали от основного, да, очага, и вот он возникает. Ну, вообще, если говорить вообще о теориях каких-то, по сути дела, мы же не знаем вообще онкологию, причина, да, происхождения опухоли до сих пор непонятно. То есть мы знаем какие-то на уровне теории, да, вот, а именно конкретно какой-то стройной системы, да, которая бы говорила, что такие-то факторы 100% приведут к онкологии, но такого пока сейчас нет, то есть мы до сих пор даже не знаем, да, причин, а уж тем более, да, метастазирование, это сложный процесс, они, то ли они из стволовых клеток там берутся, то ли там какие-то факторы, связанные с прорастанием сосудистой, да, вот, то, что у нее есть собственное сосудистое съесть, метастазов и так далее. То есть это все предмет такого фундаментального исследования, то есть нет никаких таких определенных детерминированных факторов, да, вот, метастазирование по какой-то причине. Сама онкология тоже. Почему именно раки? А раки – это эпитериальные опухоли. Почему вдруг они на первое место, да, выходят? Потому что они быстро делящиеся клетки, следовательно, тут где-то проблема в делении, да, вот это. Маленькая еще ремарка тогда. Вот все-таки, опять же, возвращаясь к фиторечению, обращаясь к нему, мы, что еще раз, вот если можно повторять, что мы делаем, назначая фитотерапию в период, ну, проводя, скажем так, интегративные методики, в том числе и фитотерапию, при поддержании пациента с онкологическим заболеванием? Ну да, вот первая задача, самая главная – это сопроводительная фитотерапия. То есть все те осложнения, которые возникают при химио-лучевом лечении, мы можем с помощью фитотерапии их нивелировать. То есть это вот эта избыточная интоксикация организма. Это повышение уровня клеток, да, которые при химиотерапии, кровотворение я имею в виду, поднять, да, после химия-лучевого лечения. То есть это много направлений, где есть, конечно, синтетические аналоги, но так получает избыточная синтетическая нагрузка, когда мы и основной метод лечения синтетическими препаратами проводим, еще и сопроводительную терапию с помощью синтетических препаратов. Получается, это поле праймазии, да, вот такое есть понятие у нас в медицине. А я бы, уважаемые наши зрители, хотел бы вас пригласить, если у медицинского сообщества будет интерес, пригласить вас 31 мая на конференцию первую, Санкт-Петербургскую международную конференцию «Натуропатия в практической медицине». Если у вас будет интерес и время, приходите, там будет выступать, Александр Александрович будет выступать, будут еще интересные и зарубежные, и наши лекторы, поэтому, пожалуйста, будем вас ждать. Александр Александрович, я вас благодарю, я еще раз хочу сказать, что с нами сегодня был Александр Александрович Зимин, лучевой онколог, фитотерапевт, кандидат медицинских наук и очень интересный человек. Спасибо, ждем вас снова. Всего доброго. Благодарю за беседу и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok